Какая у тебя любимая песня, Савентин? Моя любимая песня, Рок с тобой. Супер, мне тоже нравится. А еще песня, которую мы поем в этом камбэке. Она хороша. Спой нам куплет. В ней есть этот вайб, когда поешь ее. Тяжело так почувствовать атмосферу. Нужно слушать песню. Подарите любовь песне Маэстро. Она крутая. С ума сойти, Маэстро. Вот так дирижирует. У тебя камбэк. Давай не будем говорить об этом. Сейчас я снимаю довольно много челленджей. Много? Примерно три раза. Я получаю видео накануне заранее. И целый день практикуюсь. Правда? Я плохо запоминаю. Но когда я была в салоне, мой менеджер попросил записать челлендж. Что? Как я могу это сделать? Я не умею танцевать. Что мне делать? Наш танец такой трудный. Думаю, тебе будет нелегко. Когда ты сможешь... Тогда я... Как долго ты будешь учить? Но есть челлендж, который мы делаем только с руками. Он тоже сложный. Хотя бы легче, чем танец. Те, кто хорошо танцуют, думают, что это можно выучить за 10 минут. Ты правда сможешь это сделать? Вытяни руки вот так. Широко открыть. Широко. Ри. Ри. Ту. Ту. М. Та-та. Та-та. Та-ра-та. Верно. Еще раз. Да. Ри. Ту. Та-та. Та-ра-та. Ты выучила? Что это? Настоящий профессор Бул. А это игра на инструментах. Вовы зала. Верно. Один раз, вот так. Разок в эту сторону. И обратно. Все. Ритм. Та-та. Та-ра-та. Мы закончили. Уже? Просто ставь песню в видео, и челлендж готов. Ничего сложного. Сейчас странно, если слишком хорошо танцуешь. Но основной танец сложный. Да, трудный. Я сейчас просто лежу. Тема камбэка. Давайте покажем жестких савентин. Нам уже 10 лет, но мы так же мощны. Мы будем стараться до конца. Некоторые подумают, что мы уже выдохлись. Но это нормально. Да, и прошло много времени. Мы, возможно, не так энергичны. Но когда мы исполняем сложный танец, мы получаем большое удовольствие, когда получается. Ты айдол, который все умеет. Вижуал. Я не могу нормально реагировать, когда мы говорим про вижуал. Почему? Мне неловко. Надо заесть эту неловкость. Вот когда ему неловко. Теперь я знаю, чем его дразнить. Вижуал, савентин. Бусанклан. Это я пересекаю черту? Санклан, ты сегодня красавчик. Ты слышишь, это каждый день, но тебе неловко? Мне не говорят, это каждый день. Я не из тех, кто большой красавчик. Ты красивый. А я? Ты очень красивая. Нет, это не так. Я думаю, что я красивая. Правда? Я должна думать, что я красивая. Кто мне это еще скажет? Ты права. Ты должен думать, что ты самый классный и самый красивый. Да, хорошо. Так смешно, ты редко смущаешься. Раз ты смущен, я задам еще один вопрос. Он тебя не смутит. Савентин есть разные команды. Если бы ты создал новый юнит, кого бы ты туда взял? Какого участника? Джунхана. Дуэт? Да, дуэт. Он выглядит так красиво. Он красивый мужчина. И он живет со мной. Мы с Джунханом как семейная пара. Мне часто говорят, что я похож на Джунхана. Ты становишься красивее. Люди говорят, что узнают меня в фотографиях Джунхана. Ты хочешь создать юнит вижуалов? Да. Я должен стараться. Ты правда стесняешься? Вы живете в общежитии, но в одной комнате? Да. Мне нужно чувствовать, что кто-то живет рядом со мной. Я хочу когда-то стать независимым. И делать все один. Ты не можешь что-то делать один? Не могу. Кушать один можешь? Без проблем. Я доставку могу заказать. Установка вешалки. Тебе же просто лень. Знаешь, когда откладываешь дела на потом. Как семья, ты хочешь делать это с кем-то вместе. Да, да. Джунхан, наверное, устает. Он меня хорошо принимает. Я чувствительный, но Джунхана это не беспокоит. Он всегда спрашивает, почему, что ты сделал, Сынкван? Как это быть чувствительным? Что-то типа, не входи. Замолчи, выключи звук. Но когда он возвращается в общежитие, я не хочу, чтобы он меня искал. Мне нужно побыть одному. Одиночество тоже нужно, но когда его много, это расстраивает. Сложно. Сынкван сейчас настоящий БСМ. Какая у тебя версия БСМ? Знаешь, что такое БСМ? Да. Я вижу Босынквана мужчиной. БСМ! Прямо сейчас? Нет, 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 нет. Забавно самому это говорить. Но когда у меня фотосессия, может, тогда они видят меня таким? Зачем эти фразы? Разве я не выгляжу как мужчина? Нет, в основном тебя воспринимают как младшего брата. Ты как Макне. Мы видим тебя только веселым и милым. И внезапно я такой серьезный. Думаю, им нравится что-то подобное. На тренировки и когда я неряшлив. Им нравится видео, где я иду на тренировку. Ты еще и спортсмен. И удивилась, когда увидела, как ты играешь в бадминтон. Точно. Ты знаешь, чего Усона? Да, ты играешь с Усоном? Играю. Усон, ты играешь в бадминтон с инкваном? Он мой близкий друг. Он играл моего младшего брата. В Дораме. Мы выпиваем вместе. Уже два или три ночи. Я должен идти. Почему? У меня бадминтон в шесть утра. Правда? Мы играем в бадминтон в шесть утра. Он приходит в три и поспит часок. Умывается, идет на бадминтон. Верно, мы без ума от бадминтона. Правда, с ума сходим. Как долго вы играете, чтобы достичь такого результата? Я играю три года. Есть разные уровни. Есть уровень новичка. Затем Ди, Си, Би, Эй и Чаганчо. В области бадминтона я не настолько хорош. Есть и лучше. На каком ты уровне? Я думаю, на уровне Ди. Вы были на турнирах? Да, однажды. Я пошел один раз, но не смог выиграть на уровне Ди. Ты старательный. Я думаю, фанатам также интересна личная жизнь Сен Квана. Какое время дня твое любимое? Мое любимое время, когда я вернулся после бадминтона и нет работы. Я могу есть, что захочу. Тогда я заказываю любимую еду и смотрю сериал, который мне нравится, пока ем. Это маленькое, наверное, счастье. Я выхожу побегать и наблюдаю за людьми. А еще иду в караоке и недолго пою. У меня есть собака по имени Буку. Люблю ходить к родителям и играть с Буку. Такой милашка. Ходо симпатичнее. Все собачники говорят, что их собака самая лучшая. Мы же ими гордимся. Подожди, подожди. Я выберу красивую фотку. Милашка. Если не покажешь сейчас, то мы милее. Три, два, один. Ходо нам подмигивает. Кажется, у него что-то в глазу застряло. Какая-то соринка в глазу. А у тебя... Милаха. Мне нечего сказать. Теперь я плохой, потому что сказал, что у него что-то в глазу. Ничего не могу поделать. Но он очень милый. Сколько ему лет? Десять лет уже. Он засыпает рядом с тобой? Да. Серьезно. Когда я ложусь? Сходи, нашел собачника, конхену-ка. Выпьем. Ты такой смешной. Ты такой забавный. Я хорош. Спасибо. У этого особенный вкус. Особенный? Он делает тебя постепенно зависимым. У тебя же еще не было соло? Недавно только вышел. Нет, это не то. Фанаты хотят сольный альбом. Сольный дебют. Ты это не делал? Нет. Если дебятируешь сольно, то с каким жанром? Я хочу писать баллады. А еще я люблю рок. Я люблю музыку бэндов. Тебе идет. В средней школе я был вокалистом в музыкальном клубе. Правда? Так что мне нужно больше учиться. Проводить больше исследований. И когда у меня будет возможность, я выпущу сольный альбом. У тебя нет планов? У меня пока нет плана. Недавно мы снимали клип для Савентин. И наш директор сказал... Сын Куан, в клипе я видел только тебя. Вот что он сказал мне. Он из тех, кто часто делает комплименты. Поэтому я в шутку сказал... Тогда дайте мне сольный альбом. Он был таким неловким. Потому что в группе 13 участников. Если я настолько жадный, что хочу соло, я пишу саундтреки или отдельные песни. Так что я благодарен хотя бы за это. На самом деле у меня есть очень маленький подарок. У меня есть песня о дуванчик, которая вышла недавно. Ты сам ей описал? Да, сам. Я сделал этот брелок. Я хотел подарить это своим друзьям. Поэтому сам сделал брелок. Спасибо. Фото на память. С письмом? Внутри есть короткое письмо. Я всегда плачу, когда получаю письмо. Тогда читай прямо сейчас. Это контент для Ютуба. Знаешь, что смешно? Тогда я еще не была близка с Усоном. Мы снимали последние сцены. Он сказал подождать и пошел к машине. И перенес подарок с письмом. А я вдруг... Ты расплакалась. Мы не были так близки. Но я была так тронута. Усон даже сказал, мы же не так близки. Вы оба об этом подумали. Но когда вы получаете что-то неожиданное от человека, иногда возникают такие мысли. Тебя это трогает? Да, я почувствовала это. Тогда хорошо, что я это написал. Ничего, что короткое. Я должна спросить об этом. Ты первый айдол, который посетил фестиваль Гластонбери. Как ты к этому относишься? Говорят, это одна из самых популярных сцен. У нас не было возможности выступить в Европе. У нас был тур, но из-за ковида тур по Европе был отменен. Фанаты из Европы очень этого хотели. Поэтому мы с нетерпением ждали выступления. Когда нам предложили выступить на фестивале, все участники ответили, что безумно этого хотят. Выйти на такую масштабную сцену? Я даже представить себе не мог, на что это будет похоже. Ты был рад. Я тоже хочу выйти на эту сцену. Ты можешь выйти и сказать, умрешь или будешь жить. Сегодня было весело. Думаю, ты первый гость, который может поддерживать этот уровень энергии до конца. Я не хочу его отпускать, но уже пора. Сегодняшний Те Май. Те Май? Расскажи нам об одном. Секрет. Я сегодня был в салоне. Я об этом говорил? Нет. Вчера я ел маринованного краба. Работа начиналась в 12.50. У меня не было индивидуальных тренировок. И желания тренироваться в одиночку у меня не было. Поэтому я решил прогуляться и похудеть. Сколько я ходил? Я прошел 33 минуты. Заметно, что пока ты гулял, весь отек полностью спал. Поэтому, как только ты пришел, я спросила, что ты делаешь? Значит, ты гуляешь. Хорошо, что я сегодня не завтракал. Если бы я сегодня позавтракал... Мистер Томас. Томас. У стилиста сегодня был выходной. Один из сотрудников сделал мне прическу. И мне. Ты немного... Да, ты прав. Она справилась великолепно. Хорошо выглядит. У нас тот же самый секрет. Нам делал прическу не стилист, а наш сотрудник. Но вышло красиво. У них отличные навыки. Замечательные. Сумбуним, серьезно. Ты хорошо поддерживаешь разговор. Было хорошо. Оставайся здоровым, еще встретимся. Спасибо большое. Спасибо. Один, два, три. Напишу там, где хорошо видно. Джисус сказала то же самое. Хэрри любит вас. Клуб Хэрри. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.